Всем привет! Сегодня у нас 20 июля 2024 года. Я приехала на дачу. И везде, на каждом участке соседей, чувствуешь себя как в коммунальной квартире. В общем, на данный момент у нас картина вот такая. Буду удалять, наверное, вот эти подсолнухи, которые выросли у нас. Из семечек, которые я сыпала для птиц. Потому что вроде бы это все прекрасно и хорошо, и это однолетние растения. Но когда эти подсолнухи вырастают, твердые, у них становится ствол. И получается, что вместо травы мы получаем жесткие какие-то прутья, которые надо будет еще как-то перерабатывать. А у нас проблемы с переработкой. Так, здесь у нас малина довольно много. Ее как раз ровно столько, чтобы поесть. Я вот этот вот куст, который введен этим поручнем, буду удалять. Потому что он, видите, выбился из общей линии. Дальше смотрим, что у нас здесь. Здесь, соответственно, удален место после удаления двух кустов. Куста от айвы японской и от вигейлы. Я немножко пожалела, что удалила. Ну, как бы 50 на 50. Потому что, с одной стороны, очень старые кусты. Айва хоть и красиво цвела, но она была вообще как бы на проходе. Вот тут вообще непонятно что. А вигейла была там. Она загораживала вместе. Видите, как прозрачно стало на дорогу. И с той стороны еще хорошо видно. В принципе, у меня мать эти все кусты и разводила именно для того, чтобы не видно было с дороги. Вот удалили еще вот рядом с этим жасмином. Был маленький куст жасмина. Он вот тут был. И тут вигейла. Они хорошо загораживали низ этого забора. И не было ничего видно. Ну, теперь там я стараюсь сделать более просторно. Убрала уже все, что можно. Чтобы там не разводилась сырость, слизь и все такое. Вот. Значит, здесь буду сажать газон. В общем, на всех проплешинах буду сажать газон. Буду убирать лишнюю траву. Ну, стричь здесь не буду. Потому что здесь какие-то буераки. Кстати, яблоки, оказывается, у нас здесь были. Вот этот, надеюсь, не погибнет. Здесь вот елка растет. Я надеюсь, она тоже не погибнет. Надо будет пополевать. А стильба, ну, пусть пока растет. Вот. Будем потом прореживать сильно-сильно, вырезать кусты. Здесь я убрала разросшийся клевер. Надо будет граблями, наверное, поработать, чтобы сено вот это убрать. А вот этот вот газончик, по-моему, я в этом году сеяла. Даже уже что-то по этому поводу говорила в каком-то из видео, что зашел бы не зашел. Вот такой вот он, оказывается. Он очень долго, медленно сходит. Ну, так ничего, надо будет здесь. Я тут на скорую руку в последний раз что-то тут поделала, поделала, и что-то мне не очень хорошо получилось. Клеер что-то я ему дала разрастись. Нам не надо ему давать разрастаться. Значит, вот эту кучу буду убирать. Это вот ежевика. Ежевик, который мы дали вот оттуда. Так, смородина зареет и болеет чем-то. Не знаю, чем. Еще жесткая. До этого, не знаю, наверное, руки не дойдут. Это в последнюю очередь пойдет. Мяту надо будет срезать перед отъездом. Меня муж просил, он любит чай пить с ней. Также буду срезать еще чабрец. Здесь получается вот эта грядка, которая была огорожена деревянными досками, которую прогнили. Я доску попросила убрать своего свекра, он убрал. Но саму грядку придется аккуратненько срезать. И вот пересадить куда-то хорошие кустики земляники. Ну, наверное, ту как раз грядку я пересажу. Здесь вот у меня получился... Раньше была красная в основном, а теперь она вся желтая. То есть белая в основном красная, только один кустик. Кто его поразили? Муравьи, не знаю, как с ним бороться. Вот. Значит, здесь буду вырезать. Может быть, с этого и начну. Вырежу все вот эти вот ростки. И также мне надо еще удалить мои эти пионы, которые уже пора срезать, я так понимаю. Так, ну, это, похоже, прижилась все-таки. А вот это вот у меня немножко... Ой, лягушечка попрыгала. Вот это у меня, я так поняла, у нее верхушка, что-то с ней случилось. Я верхушку уже срезала, и не знаю, что теперь будет. Ну, пусть пока растет. В принципе, удалить-то всегда можно. Мне кажется, это вообще не туя. Не, ну я же туя высаживала. Что-то непонятно, если это листья. Ну, ладно. Вот. Здесь это дерево я хочу срезать. Вот так. Чтобы оно вверх не росло. А бы вот так впустилось на середине. Вот. И, наконец-то, наконец-то, значит, наш клематис пришел в себя. И вот он как раз, как я и хотела. Конечно, это не очень интересно смотрит, но зато все цветы прямо здесь. Они где-то там наверху, как они потом были, когда он врастает, и на самых кончиках цветы. Вот. У этого, значит, после зимы так и остались вот эти штуки. Ветки что-то он стал давать, боковые какие-то стороны. Мы срезаем, просто не знаю, что это будет. Здесь вот тоже очень много смородины. Но эта смородина такая, более традиционная смородина. Это не какая-то... Ой, что-то она уже спелая, что ли. И вот опять, как я ее не поливала, ничего не помогло. Так. Ну, похоже, что она действительно уже созрела, но не вся. Так. И вот самое главное наше... Да, спелая смородина. Наша главная потеря в этом году. Это вот этот вот кипарис или что это было. Мыжельник. Вот теперь так это выглядит. Он сильно нагнулся после последнего сильного дождя. Вставлю фотографию, если я ее не удалила. Так он прям нагнулся, вот так. Ну, и его удалили. Вот теперь спнем. Не знаю, что будет. Никто не хочет заниматься днем. И все считают, что вот это вот ростки. Мне кажется, это просто ветки, которые низко образовались. Вот. Убрали вот этот постамент для таза. У матери здесь стоял таз. С водой, чтобы поливать все вот это вот. Ну, а мы этим не занимаемся, поэтому вот так. Давайте посмотрим, какие у меня здесь надо будет прополоть. О, мои туи я еще подсадила вот эти две. Это вот раньше посадила. А эти позже. Дети у меня меньше. А эти вот были малепусенькие, прям вот такие вот. Вот как они быстро подросли. Надо будет их тоже быстренько рассадить, может быть, пошире. Чтобы они полноценно росли. Их можно было бы потом пересадить. Вот. Ну, пусть на солнышке пока побудут, наверное. Это им полезно. Все-таки ультрафиолет. И вот тут вот я срезала клубнику. И, насколько я помню, мать так делала. Я не знаю, надо или нет. Никак не могу я прочитать, что делать вообще с клубникой, в принципе. Вот. И здесь вот с этим. Возможно, эту клубнику я тоже пересажу как ту. Вот на эту грядку. А эту грядку мы пустим под пар. Мы будем выращивать сорняки, которые будем регулярно перемолотить. Ой, здесь у нас что? О, и тут у нас малина. Вообще, это домик для игрушек. Этот домик был куплен, то есть сделан для моей маленькой дочери, когда она была маленькая. А, ну вот, понятно. Ух ты, это же, по-моему, вообще даже не малина, а этот. Короче, этот домик должен был служить просто местом для игры маленького ребенка. Но ребенок довольно быстро вырос, и мы сделали здесь хранилище для вот этих игрушек и всякого детского инвентаря. Вот, и тут, естественно, пробивается все время то малина, то еще что-то. И вот это... А, нет, это малина. Я все-таки подумала сначала, что это этот, боярышник. Нет, это малина. Ну, вот, придется удалять. Вот. Ну и что еще? Малину саму, вот ту, которая здесь у нас есть, мы сорвем, съедим. Варить я ничего не буду, потому что некогда. И вообще я не люблю продукты с сахаром есть. Ну и ее не так много, чтобы варить. Вот, вот такие планы у меня на 4 дня. Я приехала на 4 дня. Не знаю, смогу ли я сделать видео в конце, потому что в последнее время я забываю, не уступаю. Ну, тогда сделаю, если что, видео в следующий раз, когда приеду. Вот. Еще вообще надо косить. Но косить я пока в ближайшие 2 дня точно не буду. Вот. На всякий случай прощаюсь. Если что, продолжу свое повествование другим видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok